В среднем каждый алименщик Коми должен своему ребенку около 250 тысяч рублей. Такие данные озвучили судебные приставы. По стране ситуация не лучше седьмой год подряд. Эти цифры растут. О детских деньгах и недетских решениях Роман Истумин. С января этого года задолженность жителей республики по алиментам превысила уже 2 миллиарда 200 тысяч рублей. Это около четверти миллиона на каждое исполнительное производство. С начала года приставы ввели почти 16,5 тысяч производств о взыскании элементов. Если анализировать с прошлым годом, то у нас немножко получилось увеличение возбуждения исполнительных производств данной категории. Одно из это пандемии, когда работодатель не мог выплачивать своему сотруднику, который является должником по алиментам, заработной платы. Чаще всего это будет получаться тогда, когда должник неофициально трудоустроен. Либо это по трудовому договору, и работодатель его увольняет, либо просто отпускает и не выплачивает ему заработную плату. При этом сразу растет задолженность по алиментам. Снежный ком из родительских долгов увеличивается уже 7 лет. А общая задолженность в стране и в коме за это время выросла 8 раз. Каждый случай – это сложная и часто драматичная история. Ребенок уходит на второй план, а бывшие супруги воюют в судах. Частая ситуация – родитель готов содержать чада, но хочет контролировать оплату алиментов. Вопрос, цитата, «откуда мне знать, что деньги пойдут на ребенка» – вполне резонный. И ушлых мам, и пап хватает. Но есть случаи, где меркантилизмом даже близко не пахнет. Когда ребенок недополучает финансирование на свое развитие, а ответственность родителей одинаковая, и папа, и мама, качество жизни детей, конечно, ухудшается. Самым, наверное, больным таким вопросом становится, когда происходит развод родителей, либо, скажем, уход от родительских обязательств в семье, где рождаются больные дети. К сожалению, увы и ах, такое бывает, когда рождается больной ребенок, один родитель остается с этим ребенком, а второй родитель строит свою жизнь и старается спрятаться от проблемы. К сожалению, достучаться до таких людей бывает невозможно. Россия – огромная страна, и найти того, кто не хочет, чтобы его нашли, крайне тяжело. А если один из супругов попал за решетку и не может или не хочет работать, как быть? На фоне таких случаев звучат призывы создать общероссийский алиментный фонд. Если коротко, Совет Федерации предложил создать структуру, которая бы платила алименты детям, чьи отцы имеют задолженности, а потом бы взыскивала эти деньги с неплательщиков. Вопросы к будущему фонду появились сразу. Создание такой структуры пойдет во благо. Главное, чтобы это не легло бременем на налогоплательщиков. Хочется, чтобы, когда эта структура будет создана, чтобы она работала более индивидуально и избирательно, нежели сейчас работают наши госфонды. Самое страшное, что этот фонд может стать еще одним инструментом для людей, которые зарабатывают на алиментах, а те, кто не смог добиться сам, и у кого проблемы, они также останутся неуслышанными и без помощи. Решить ли создание фонда проблему неуплаты алиментов? Вероятно. Но есть нюансы. Предлагали создать такой фонд и в 2011 году, и в 2015. Это третья попытка. Договориться, как все будет устроено, не получается. И, как отмечают почти все специалисты по теме, вряд ли получится. Поэтому самый прагматичный выход из ситуации – пользоваться тем, что есть. Мер поддержки семей с детьми в республике множество. И не обо всех знают молодые родители. На сайте, в нашем социальном навигаторе семья.ркоми.рф есть данные обо всех мерах социальной поддержки семьям с детьми. Более того, там есть так называемый социальный калькулятор, где можно ввести свои доходы, можно рассказать коротко о своей семье, в каком она в городе, в деревне живет, какой примерно доход имеет. И сразу получить подбор всех тех мер, которыми можно воспользоваться. К абсолютному счастью всех семей и детьми, 100% таких мер можно получить без посещения Центра социальной защиты. Это и переобучение с трудоустройством, и социальный контракт, и другие меры поддержки, в том числе выплата для беременных. Так что в полном одиночестве мамы с детьми не останутся. При этом стоит помнить, что никакие меры соцподдержки, и уж тем более алименты, никогда не заменят трезвого, ответственного и, что важно, равноправного планирования будущей семьи. Роман Истомин, Евгений Стокос, Иван Беречевский, Олег Юшков, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.